Так, ну а для вас я не подготовил небольшую площадочку для испытания. Итак, у нас здесь суперсилк, это негорющее вещество, которое применяется в промышленности для термоизоляции всяких конструкций, банных печей в том числе, и для теплоизоляции помещений. Так вот она выглядит. Это у нас классический базальтовый картон, который многие также используют для термозащиты в банных печах. Мы сейчас продемонстрируем, как примерно многие делают. То есть берут базальтовый картон, берут кусок мини-рита, пускай там через прокладку может быть ставить, может быть нет. Мы попробуем в максимально сложных для него условиях. В полотную, также здесь, и тоже кусок мини-рита, фламы. Так он в разрезе выглядит. Просто проэкспериментируем. Сейчас прикрутим пару саморезиков. Ну, сильно даже не прижимал. Вот так сейчас с вами поставим. Возьмем газовую горелку и направим открытый огонь на фламу, на мини-рит. Пошло буквально 2 минуты. Ну, еще давайте до 5 минут подождем. Уже дымок пошел. Я не знаю, видно, не видно. Тут прям такое вот испарение идет. Так, у нас прошло ровно 3 минуты. Оставляем. Пускай пока остывает. Теперь возьмем суперсилку. Давайте, наверное, может, чтобы честно было, поставим таймер. Старт. А это поставим на 5 минут. Все, ровно 5 минут. Стоп. Почему я на этот материал использовал времени больше? Потому что я его использую у себя в бане. Поэтому я хочу показать и проверить для себя же, опять же. Жить спокойно потом. Берем вот этот материальчик и откручиваем. Так, здесь у нас базальтовый был картон. Как видите, да? Началась уже, он еще даже до сих пор горячий. Он еще поддымливает. Это 5 минут. То есть, спирализация дерева уже началась. И постепенно будет возгорание. То есть, базальтовый картон и мини-рит, он нифига не спасет. Но опять же, должен быть вентиляционный зазор. Попробуем потом с вентиляционным зазором. Давайте попробуем открутить здесь. Смотрим, что здесь. Здесь тоже пожелтело. Но здесь видно, что прям коричневый дым. А здесь более желтая. Это 5 минут. Это 3 минуты. То есть, разница очевидна. Сейчас попробуем с вами сделать это все по-правильному. Как должно быть. Так, друзья, как видели, я вам показал. Это классические ошибки, которые можно допускать. Потому что все-таки дерево, оно может быть сейчас не загорится. Через год не загорится. Через два не загорится. А через три загорится. Все-таки перилизация идет его. Нагрев. И постепенно оно высохнет. И все-таки загорится когда-нибудь. Конечно, может, таких температур не будет. Но, тем не менее. Давайте попробуем, как должно быть сделать правильно. То есть, берем вот так вот. Покупаются вот такие керамические втулки. 30 миллиметров длиной. И с промежутком закручиваются. Т.е. вот таким вот образом должно быть. Должен быть вент-зазор. Здесь аналогично. Меняем местами. Но так же по очереди будем испытывать. Девяносто. С обратной стороны. Уже девяносто. Резорт по центру для самоплана. 110. Это вот на суперсилке на самом деле. Вот 233. Ну, это вот на поверхности суперсилка. Тут не показывает температуру. Сразу пишет ошибку. Ну, так пока 220. Так такая держится температура. Но это за счет того, что это воздушная прослойка здесь есть. Стоп. Остывать. Ну, здесь даже деревяшка вообще не нагрелась. 25 градусов. Вставляем. 127. Причем он только не нагревается в тех местах. Он ниже не выходит. То есть такая вещь. Видите, смотрите, возле огня. 60-70 градусов. А здесь уже зашкаливает. Выше. Вот 240. Огонь поднимается. 300. Ну, там небольшая температура сзади. Потому что здесь все-таки прослойка побольше воздуха. И циркуляция лучше идет. Стоп. Так. Пока пускай остывает. Берем с вами первый образец. Ну, смотрим сразу, да? Результат очевиден. Никакого нагрева, ничего нет. Пока остывает. Покажу вам классическую ошибку. Как многие делают. То есть сам минирит пришивает к вагонке. Мы с вами сейчас оставим на пару минуток. 16.05. Сейчас 2 минуты прям. 3. Задержу, держу время. Вот. 16.08. Убираем. Пускай, в общем, это дело лежит, остывает. Ну, как и должно быть, как бы, да? В принципе. Мы пока открутим с вами. Здесь посмотрим, что. Ну, даже просто вата. Ну, здесь тепленькое дерево. Все-таки дерево нагрелось. Здесь даже уже сколько пролежало. 45 градусов сейчас. Но все-таки даже базальтный картон через стулки, он уже все-таки защищает. Опять же, это тоже будет, ну, прям минимальная, минимальная защита. Так, ну ладно, давайте что, потерять время. Откручиваем. И смотрим с вами. Так делать категорически нельзя. То есть, уже сразу началось воспламенение. Ну, не воспламенение, обугливание уже. Вот температура у нас на данный момент 160 градусов. То есть, сами понимаете, это стопроцентное возгорание. Даже втулки, обычные втулки, я думаю, не защитят. Ну, и давайте посмотрим, как ведет себя базальтовый картон и суперсилк на открытом огне. Вот так вот прям. Смотрите, вот, базальтовый картон, он просто горит. Видите, я его выжег. Суперсила. Суперсила. Продолжение следует... Как видите, никакого вообще даже следа нету. И с обратной стороны он еле-еле теплый. То есть руку можно еще держать. С этой, конечно... Дальше вот никуда не передает тепло. Сами видели. Друзья, у нас получился вот такой вот с вами ролик. Я ни в коем случае никого не учу, как нужно делать. Я просто показываю, как я это делал на собственном опыте. И просто проэкспериментировал и показал вам. Возможно, кому-то это пригодится и будет полезным. И не говорите, что я этому учил. Я не учил. Я просто показал на своем опыте, как сделал у себя в бане я. И посмотрел, что же будет, проэкспериментировал. И показал вам. Надеюсь, пригодится. Если понравилось, обязательно палец вверх. Всего самого хорошего, крепкого здоровья. До новых встреч. Пока-пока.